Будущее планеты в твоих руках. Тема методического занятия для школьников. Ребята из оздоровительных лагерей города Видное, затаив дыхание, слушали методиста историко-культурного центра Татьяну Зырянову, которая рассказывала им о космосе, о нашей Земле, о том, как нужно бережно относиться к ней. О чем писал Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в неизведанные дали. Мы услышали настоящий голос Алексея Гагарина. И он написал в своей записке то, что Землю должны мы оберегать, чтобы не было войны. Профессия космонавта, она очень трудная. Нужно очень много трудиться, нужно учиться, нужно заниматься физическими нагрузками. С выставкой «Звездный путь» знакомила ребят экскурсовод Юлия Панова. Искусственный спутник Земли был около полуметра и очень тяжелый, около 84 килограмм. Он был начинен, как бы мы сейчас сказали, электроникой 57-го года. Выставка, на которую пришли ребята, открыта уже два месяца и посвящена 50-летию полета первого человека в космос Юрия Гагарина. Здесь представлено много экспонатов и фотографий первых космонавтов, их последователей. Один из стендов, где рассказывалось о животных, побывавших в космосе, ребят особенно заинтересовал. Мне понравилось, когда рассказывали про уголь, когда его отправили в космос. И что же тебя так заинтересовало? Что его отправили в капсуле, там, где прозрачное стекло, чтобы он все видел, чтобы он не волновался. Потом в космос отправили белку и стрелку собачек. И прицепили к ним такие датчики, чтобы слушать их сердцебиение. Сегодня на этом мероприятии у нас побывала и девятая школа, на этом мероприятии у нас побывала и седьмая школа. Планируем сейчас встретить еще и первую школу. Космос рядом с нами, и мы готовы туда лететь. А для этого должны хорошо учиться, укреплять свое здоровье, слушать старших и заниматься, заниматься, еще раз заниматься.